Друзья, добрый вечер, с вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, друзья, и я являюсь журналистом. И сегодня вечером мы с вами поговорим о Ватикане. Но перед тем, как приступить к моему сюжету, я хочу поставить небольшое видео. Оно будет на итальянском языке, но потом я объясню, о чем идет речь. И в этом году, я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать. Продолжение следует... 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 А если вы посмотрите на Соединенные Штаты Америки, в основном, если говорить о христианстве, католиков там не так много. Основная конфессия – это протестанты, очень много сект, это баптисты, это адвентисты, это свидетели Яговы, которые для любой христианской конфессии, для православных, для католиков являются сектами. Католиков очень мало, но при всем при этом огромное количество кардиналов, американских кардиналов, которые на протяжении очень многих лет очень жестко диктовали политику Ватикана. Друзья, чтобы перейти к сегодняшнему дню, я хотела бы вернуться в историю. Итак, 1945 год, когда закончилась Вторая мировая война, в те времена папа являлся папой Пи XII. Папа Пи XII умирает от защемленной грыжи диафрагмы в 1958 году. И потом, после Канглава, у нас появляется новый папа. Это папа Иоанн XXIII, либо как еще мы его называли, Папа Бона, Папа Хороший. Друзья, если вы проживаете в Израиле, то вот у вас есть Яд Вашем, парк Яд Вашем, и там имеется скульптура, которая посвящена этому папе. Потому что во время Холокоста, являясь нунцием, папским нунцием в Турции, он спасал еврейских детей. Но что произошло в последующие годы? Какой год у нас Карибский кризис? 1962-1963, правильно? Он встретился с Радой Хрущевой и Садзубеем в Ватикане. Ну, уже после Карибского кризиса, и вот эту встречу смог организовать наш замечательный разведчик Леонид Колосов, который в те времена работал в Риме, и он представлял издательство «Известия». Значит, после того, как произошла вот эта встреча, Иоанна XXIII, и Рады Хрущевой и Аджубея, сразу же все американские СМИ, англосаксонские СМИ стали писать. Папа Красный, Папа Россо, Папа коммунист. И через три месяца Иоанна XXIII не стало. Его убили, его отравили. Следующий Папа – это Паулу Сесту, Папа Павел VI. Это был исключительно проамериканский Папа, хотя он реформировал очень многое, провел реформ. Вот, например, друзья, вы часто мне пишите, что Папа является наместником Бога на земле? Забудьте, это не так. Это в воспаленном в больном мозгу журналиста Киселева, Дмитрия Киселева, Папа. Друзья, благодаря Папе Павлу VI является наместником Святого Петра, а не Бога. Потому что Святой Петр для католиков является не только апостолом, он является и первым Папой. Итак, Паулу Сесту, Павел VI, он умирает в 1978 году естественной смертью. И вот следующий Папа – это был Папа Йоанн Павел I. Почему Йоанн Павел? Это был, кстати, первый Папа, который взял за историю всего понтификата двойное имя в честь Йоанна XXIII, о котором я вам только что рассказала. И Папа-предшественник – это Павел VI, Йоанн Павел. И его понтификат был одним из самых коротких – 33 дня. Его отравили, тоже отравили. А почему? Потому что перед этим произошла встреча с представителем Русской Православной Церкви в Ватикане. И следующий Папа, который был назначен, Йоанн Павел II, Папа-поляк, молодой Папа из Кракова. И его понтификат был одним из самых продолжительных. Друзья, давайте вспомним, 1978 год – это Холодная война. Естественно, это была манипуляция со стороны Соединенных Штатах Америки для того, чтобы приблизить НАТО к границам Советского Союза. Папа Йоанн Павел II умер в 2005 году. И следующий Папа – это был Папа Бенедикт XVI, мой самый любимый Папа, и не только мой, но и очень многих моих коллег, экскурсоводов Рима и Ватикана, журналистов и вообще всех католиков. И я хочу похвастаться, я на аватарке, в том числе я поставлю фотографию, это благословение, потому что наша семья получила благословение от Папы Бенедикта XVI. Вот. И это благословение я очень ценю. Итак, 2013 год, когда его убирают, Бенедикта XVI, убирают глобалисты. Давайте я повернусь, смотрите, у нас здесь персики растут. Вот. Убирают его глобалисты и назначают вот этого самого аргентинца. Друзья, если вы давно следите за моим каналом, я много раз вам рассказывала о том, что я вот этого аргентинца не выношу. И от сюжета к сюжету, в общем-то, я начинаю переходить больше и больше границ и правил деликатности и называть все своим языком. Дурак. Необразованный. Языков не знает. Соросенок. Сорос его назначил. И вот он назначает нам сейчас китайских епископов. Для чего? Для того, чтобы Ватикан, то есть предыдущие годы, почему я сделала такой небольшой экскурс, я вам рассказала о предыдущих годах после окончания Второй мировой войны, чтобы показать вам, что, к большому сожалению, все предыдущие годы у нас в Ватикане, с политической точки зрения, у нас Ватикан патронировали Соединенные Штаты Америки. А сейчас Ватикан хочет патронировать. Итак, столько лет Ватикан патронировал, патронировали Соединенные Штаты Америки, а теперь Ватикан хочет патронировать посредством епископов, хочет патронировать Китай. А почему, друзья? Если мы с вами будем говорить о христианстве, самая большая конфессия – это все-таки католики. То есть таким образом, о чем мы с вами говорим? Мы с вами говорим о пропаганде. То есть после Второй мировой войны пропаганда, которая проводилась посредством некоторых пап, это была проамериканская пропаганда. Те папы, которые были неугодны, их просто-напросто убирали. Теперь этот самый патронаж хочет взять на себя Китай или Сорос посредством некоторых коммерческих китайских структур. Ничего другого. Да, потому что, конечно, папская проповедь, она имеет очень большое значение. Она очень сильно воздействует на умы верующих. Скажите, пожалуйста, так, чтобы не делить на своих разведчиков и чужих шпионов. Это наша собака соседская. Фульмины, фульмины, фульмины. Вспышка, это значит, или взрыв. Это вот наша собака. Такой засранчик он. Так вот, друзья, случалось ли в вашем городе или в вашей стране, не имеет значения, к какой конфессии вы относитесь, не имеет значения, православный вы, католик или протестант, что, например, на Пасху запрещались богослужения. Говорили, что нет, нельзя. Вот как в Италии произошло, когда вошли карабинеры и сказали, нет, места не будет, потому что вы не соблюдаете дистанцию. И священник, пожилой человек, должен был прекратить богослужение, потому что вошли вооруженные карабинеры. У нас никогда не было слияния церкви и государства у нас, у католиков. Друзья, у нас всегда церковь была сама по себе, а государство само по себе. Это две абсолютно разные структуры. Благодаря вот этим самым глобалистам происходит слияние, которого не должно происходить. Слияние интересов светских государств с духовными интересами католических верующих. Вот то, что происходит. А такого раньше не было. Поэтому давайте друг друга поддерживать. Действительно, католическая конфессия и сам Ватикан. Последние годы мы переживаем ужасные вещи. Друзья, я очень вас прошу не писать мне всякие гадости на уровне средневековья по поводу католиков, католических храмов, католических епископов, потому что либо я буду это блокировать, либо я буду проводить неопровержимые аргументы, которые у меня имеются точно так же в отношении любой конфессии и в отношении любой религии. Потому что я в любом случае считаю, что церковь, она сама по себе религия. А те, которые ее сейчас представляют, любую религию, любую конфессию, это люди, не самые лучшие представители того-либо иного общества. Поэтому в завершении хочу сказать, да, Ватикан пытаются развалить благодаря вот этому сумасшедшему Франциску, который говорит, мы все одинаковые, приезжайте все к нам. Мы откроем вам двери и окна. Пожалуйста, уголовник ты или не уголовник, это не имеет значения. Приезжай и делай, что хочешь. Это ни в какие ворота не входит. И очень многие образованные люди, ватиканисты, они категорически против этого. У нас очень много образованных людей, теологов, которые говорят, что церковь должна вернуться в свое прежнее лоно, какой она была. Потому что на протяжении многих веков именно здесь, в Италии, великие зодчие создавали бессмертные произведения искусств, ради которых приезжают и сейчас туристы, приезжают паломники. Именно сюда, именно в Италию. Поэтому, друзья, давайте поддерживать друг друга. Потому что полгода тому назад, когда я сказала, что вы смеетесь над тем, что в Италии такая ситуация сейчас происходит, на всех намордники напяливают. Многие мне писали, ну да, потому что вот у вас правительство такое, потому что люди ничего не понимают, было такое. А потом что произошло? Намордники надели абсолютно на всех. Если вы не хотите, чтобы такая же вещь происходила и в вашей стране, с вашей конфессией, а если действительно вам запретили какие-то богослужения на Пасху, День Святого Петра и Павла, имейте в виду, что ваша церковь, ваша конфессия, она не независима. Уже внедрились те, которые хотят манипулировать, которые хотят привести всех к чему? К тому, чтобы мы верили, поклонялись какой-то единой религии, которую нам притащат глобалисты, Сорос и все остальные сумасшедшие социопаты. Друзья, я вас очень люблю, спасибо большое, что смотрите, и увидимся завтра. Спасибо. 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 Спасибо.